Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро, то там 100 грамм, то там 100 грамм, на то оно и утро. Всем доброе утро. У нас уже, правда, обед, мы наконец-то выбрались из дому и идем в Кипс. Да, мы живем в Черногории, в городе Бар. Мы барские особы, да? Город-бар. У меня знакомый говорит, Юля, где ты сейчас живешь? Говорю, в баре. Нет, я тебе поздравляю, что ты в баре сейчас. Где ты живешь? Говорю, в баре. Юль, я понял, что ты в баре, я за тебя очень рад. В каком городе ты живешь? Говорю, город называется бар. Он такой, типа ресторан? Говорю, типа ресторан, только бар. По дороге в Кипс вот мы с Еленой нашли еще один гастроном. То есть здесь всюду в каких-то закоулочках маленьких есть магазины. Так что голодными вы не останетесь, не надо бежать в какой-то центральный торговый центр есть. Огромное алое или кактус. Я даже в Греции и в Турции такого не видела. Очень большой частный во дворец. Сколько же ему лет? Смотрите, там как будто туча с горы выходит. Такой мост с одной горы в другую идет. Оп, и все. И расплывается. А вот те горы с самого утра покрыты вот такими тучками. Но дождя не было. Было пасмурно сегодня. Даже ветрено. Сейчас солнышко вышло. Весна полным ходом. Такая красотень. Вообще. Карта показала, что нам идти еще 21 минуту. Елена говорит, Елена, может мы так все-таки пойдем? Говорю, наверное, так будет быстрее. Вот практически 5 минут мы уже возле магазина. А карта показывает 21 минуту пешком. Елена смотрит крепление для того, чтобы повесить шторы. Есть 160, есть 200. А нам нужно 180. Понимаете, да? В одной есть вот 180. Вот 180. Да, вот две. А, тут есть еще. На один и на два. Или нацепить на одну. И золотые. Да нет, так неудобно будет. Надо двойную. Да, здесь все 160. А вот тоже одинарная 180. То есть на любой цвет. Белый, золотой, серебристый, темно-серебряный. И вот такие прям, знаете. Ну, цены вам видно, наверное, 23 евро, 25. Маленькие вот 13, 99. Вот эти 21. 18. Шторы здесь, кстати, тоже продаются. Я не видела. 13. Ну, неплохо так смотрится, в принципе. Но шторы вообще съедают площадку. Поэтому я все-таки буду эти делать, когда уже разбогатею. Буду богато-богато. Да, тут обои продаются. Ну, просто мы вам 14, 62, 13, 15, 46, 29, 30, 32. То есть, говорят, куда ты показываешь? Вот, людям надо смотреть. 14, 25, 15. Не, я уже, знаете, какая-то больная. Но мне очень нравится, когда белая. Еще ванная, да, кстати, вот это прикольно, но для съемки, например. Но жить в таком не, спасибо. 30. Не очень не хочется. Или, знаете, в барах, в ресторанах тоже это классно смотрится. Дома хочется что-то по-домашнему, чтобы было уютненько. Какой-то большой рисунок приедается. А вот белая, конечно, не приедается. Так, конечно, не приедается. Втыкнулся бы и все. На самом деле, понятно, что дом должен просто быть для комфорта. Пришел. У меня дом, это вообще так. Пришел, поспал, поел, пошел дальше. Вот в таком плане. Но все равно это уют должен быть. Знаете, как защищенный от всего мира. Посидел, никто тебя не трогает. Тебя кто-то трогает. Юля, не ври. Тебя попробуй кто-то тронул еще. Да, это правда. Ну, спасибо, боженьки, защищают. Да, у нас-то такие цветы. Цветы для дома. Боже. Может, по 5 лир. По 8, по 10. Мне кажется, уже надо тогда живые покупать лучше. Но если... Тогда же в офис все равно живой, мне кажется, получше. Такие вазы у нас здесь. У нас здесь, вы заметили, да? У Юлии, вот где бы она ни появилась, это уже у нас. Уже все. Черногорка, блин. Так, мы все божьи дети. Без разницы, где мы живем. Это мы так любим говорить. Вот те-то, те-то. Так, все мы божьи дети. Разделения никого не может быть. Вы представляете, какой я валенок? Я же тогда хотела пойти в кипс за вишечками. Я сейчас зашла, хожу и думаю, что мне надо, что мне надо. Голову купить. Жалко, что мозги не продаются, Юля. Вот, очень жалко. Мне кажется, этот магазин был всегда, был полон людей. Ну, ты о себе говори, да? Ты бы была там постоянным покупателем. Вот так правильно сказать. Вот это классно придумали. И перевозить удобно. Есть черные. Черные дороже по 10 евро. Вот такие хорошие я бы купила, но на двери мне не подходит. Нет, не так двери закрываются. Кстати, здесь микроволновки. Вот 164, 134. Хочу микроволновку. Волновка 24, 82 горенья. А это что? 100 вокс. 150, 20, 24. Я понимаю, что это прям не горит, Юля. Все, купи тогда. Мы опять на рельсы. Здесь реально очень все близко. Но почему-то Google показывает всегда в обход идти. А в обход, конечно, уже долго. По полчаса. В обход показывают почти 2 километра. Да. А напрямую мы сократим очень хорошо. Сократим. Если не пойдем вокруг. Господи. Мотоциклисты. Вот автобусная станция. Вот там ЖД. И вот Оков. Мы сюда дошли буквально за 5 минут. А по карте Google, если будете смотреть, 21 минута. Но только окольными путями. Поэтому открывайте и сами смотрите, где ближе идти. Но что здесь, походу, ну не знаю, что творится с картами. Приехала красавица. Знаете, сколько она ехала лифтом? 20 минут. Вокруг света за 80 дней. Я уже пошла дорога. Серьезно? Да. Я думала, ты еще пошла что-то смотреть. Поэтому так долго. Боже, как ты молодец. Я стою с этими. С ребенком уступила. Ну, ты, конечно, молодец. Куда держать? Мне две руки заняты. Я, кстати, слышала фиггетно. Все, боже. Покажи, что ты купила. Давай, показывай. Штангу двойную. Почти 50 евро. Метр, 2 метра. В общем, буду подрезать еще. Метр 60 штанга. 21,90. Легендарная сушилка. 33 евро, которую можно прикрепить к стеночке. И когда нужно вытаскивать, когда не нужно, опять убирать. На кухню кран. К нему адаптер. Не подключу кран. Да, по 6 евро. Почти по 6 евро. Кран 34,90. Самый дешевый, который был. Лампа. Это, вы понимаете, я на кухню купила, а краны, это все еще докупатель. Капины. Одну на спальню. Для спальни 18 евро. И две. В основную комнату по 15 евро. Посветлее немножко. Ну, хорошее качество. Ну, надеюсь. Мершик за 2 евро. Отходящую лампу. И... Евро 50. Вот. Два наматрасника, которые защищают от всяких букашек. Антиаллергенные. Дышащие. И чтобы... Вода непроницаемая. Вода непроницаемая, да. И стоит... Почти 10 евро. Вот такие покупочки. Это выше 234 евро. Да. И практически, да, ничего. Это Еленочка купила все в Акове. Да. Можно все купить. Все машинные дела. Обставить квартиру в этом магазине. Но все-таки для штор в кипсе было дешевле, да? Было дешевле. На 10 евро было дешевле. Как одна штанга в спальне будет достаточно? Там не будет тюля или штор? Значит, будет на одной штанге две шторы. Тюль и такая, затемненная штора. Днем, значит, затемненную штору в сторону будет висеть тюль. А вечером тюль в сторону будет висеть затемненная. Представляете, как классно придумано. И меньшее место занимает, потому что что двойной ряд, что одинарный. Да, у меня же там мало. И дешевле, да? Эта штанга стоит по 15-20 евро, а та 50 евро. Смотрите, как мы едем домой. Заехал наш знакомый, мы его просили, чтобы отвез у нас, потому что думаю, просто это все не вывезли. Показываю вам квартиру соседке снизу. Вот она приехала, купила и сразу все обставила. Кухня, стол, 4 стулья. Это все мебель с намоса. Шторы уже здесь в Акове покупала. Кондиционер это сразу поставила. Прихожая. С этой стороны для обуви. И спальня. Две кровати. Их можно, например, раздвинуть. Будут отдельно спать гости или дети. Ну, то есть, кто уже к ней приедет или вместе. И вот такая широкая комод. Это все в намосе. Единственное, что уже там такие мелочи, как лампа, шторы, это в Акове в баре. Душевая. Сейчас будут застеклять ее, потому что не успели. Бойлер. На 7 килограмм стиральная машина. Умывальник. Вот с зеркальцем. Еще должны приехать два кресла, которые раскладываются. То есть, можно еще здесь положить двух людей. Вот так. И большой балкон. Тоже, как у всех нас. Холодильник абсолютно новый. No frost. Горение фермы. Готовить. То есть, все. Она даже посуду купила. Представляете? Все поставила. Набор целый. Вся посуда одинаковая. Красиво сделала. Молодец. Вот видите? Полный набор. И кастрюли. Все прям. Еще даже с бирочками осталось, понимаете? Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Спасибо за ваши лайки, подписки, комментарии. Желаю всем мира в душе, любви, благодати, мудрости. И, конечно же, исполнения ваших самых заветных, добрых желаний. Целую.